Ребенка с высокой температурой, интоксикацией и в ослабленном состоянии госпитализировали еще в воскресенье. Врачи сразу заподозрили, что это непростой грипп, но подтверждение диагноза вирус H1N1 пришло только накануне. Анализы отправляли в Абаканскую лабораторию, получили результаты и неутешительные только через три дня. За это время мы ребенка же лечили, то есть не ждали результата. На сегодняшний день состояние ребенка ближе к удовлетворительному. То есть практически температура уже нет три дня, как бы он чувствует себя хорошо, этот ребеночек. Все остальные дети, которые госпитализированы были, то есть они все точно так же обследованы на вирусологию. Пока все более-менее относительно спокойно. Стоит добавить, ни ребенок, ни его родители от гриппа не прививались, и что малыш не получил никаких осложнений, это заслуга врачей. В детском саду, куда ходил мальчик, карантина нет, однако наблюдение за детьми ведется. Никаких признаков гриппа там не обнаружено. По утверждению Хакасского Роспотребнадзора, в прошлом году первые случаи заболевания свиным гриппом были зарегистрированы в это же время. И хотя появление болезни было предсказуемо, в этом году вирус гораздо опаснее. В настоящее время, конечно, этот вирус пандемического гриппа приобретает большую агрессивность. Если мы говорили, что с 2009 года он терял свои агрессивные свойства, то сейчас вновь приходится констатировать по опыту других субъектов Российской Федерации, что он достаточно агрессивно себя ведет. Эпид-ситуация в республике пока не внушает опасений, и тем не менее свиной грипп уже оккупировал 56 российских регионов. В Сибири инфекция зафиксирована в Тюменской и Новосибирской областях, в Алтайском крае и Тыве. Теперь в этом тревожном списке их Акасия. Всего с начала года от разных форм гриппа в стране умерло 27 человек. Все они были непривиты. Врачи настаивают, лучше, чем вакцина. От гриппа H1N1 средства пока не придумали. Однако сейчас ставить ее поздно. И все же, если появились первые признаки болезни, выход есть. Против вируса гриппа действует только два препарата. Это тамифлю и реленза. То есть это ингибиторы нейроминидазы, которые непосредственно убивают вирус гриппа. Цена, конечно, не очень дешевая, но здоровье стоит гораздо дороже. А вот для профилактики доктора не советуют прибегать к медицинским препаратам, а употреблять как можно больше лука, чеснока и фруктов с высоким содержанием витамина С. Детям лучше всего в период эпидподъема не посещать массовые мероприятия и носить маску. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.